Что же, это третье уже финальное видео по второй лиге за прошедшую неделю. В этот раз это Race for Win League, последняя, так сказать, лига, которую я гонял на той неделе. И что же, Испания, в которой я ездил в B-дивизионе в ПКТ-лиге, в которой мне удалось одержать свою первую победу, в принципе, в лигах. Ну и теперь мне надо было проехать её в Race for Win League. Ну и самое главное, я знал, где у меня были какие-то ошибки, и на чем надо было работать, у меня уже была, так сказать, даже стратегия, которой я просто буду придерживаться. Что же, мы уже идем сразу в третий сегмент квалификации, в квалификации у нас в происходящей лиге проходятся именно полные, по трём сегментам. Ну, первый сегмент показывает мне смысл того, что у нас участвует в квалификации, если я правильно говорю, 12 человек, из него выходит всем. Срочный сегмент я тоже не показывал, поскольку вся первая десятка, кроме меня, вышла на медиумах. Никто там даже на софте не пытался ехать, я же поехал на софте, потому что я-то знаю, что стратегия с 1-500 на софте работает. И работает она очень хорошо, поскольку у нас был отрыв с гриданом тем же от ближайших оппонентов в где-то 15 секунд, что ли. Ну, от фаергайя, по крайней мере, у меня был отрыв в 19 секунд, когда он сортовал тогда в Испании на медиумах. Вот, первый круг в третьем сегменте я поставил, ну, такой, в принципе, такой же, как, наверное, в ПКТ лиге, то есть минуты 15-5, но надо было постараться лучше поставить, со второй попытки я начинаю улучшать в первом секторе аж на одну десятую, что очень и очень, на самом деле, хорошо, потому что в первом секторе очень сложно найти время, там самое главное было правильно пройти первый и второй поворот. Входим уже во второй сектор, где я также знал, где я могу найти время, не достающее мне, ну и теперь самое главное было не накосячить, самое главное, не такой сложный поворот, где можно, как раз, и накосячить, но я накосячил с его прохождениями, я теряю все то, что я нашел в первом секторе и везу лишь 3 сотых, это очень и очень мало, теперь надежда лишь на третий сектор, где я могу, так сказать, найти, может быть, одну, может быть, две десятых за счет большего сейчас сцепления, чем это было в начале третьего сегмента, но я ошибаюсь и меня, так сказать, даже выносят, я теряю там полторы десятых, которые я отыграл и тут же уже отыгрываю меньше, но нахожу две десятых на выезде из третьего сектора, но меня еще и тут сносят и по итогу я привожу лишь 150 тысячных, то есть время, которое я мог отыграть, его было просто кучу, я эту кучу растерял, теперь надо просто выехать и собрать идеальный круг, но проблема в том, что времени остается очень мало, мне надо было очень быстро прохватить этот круг выезда, позади меня едет Феррари Цветкова, который едет очень и очень тоже быстро, который тут же меня пытается еще и пройти в первом секторе, вот, я начинаю немного даже, ну, ехать в эту ректорию, чтобы не помешать ему, как-то может быть, но по итогу начинаю мешать, и я решаю то, что ладно, я его пущу ценой этого как раз круга, пуская его, и теперь мне самое главное было остаться позади него и успеть на свою финальную попытку третий сектор, 15 секунд остается еще 3 поворота, 2 очень медленных поворота, и один быстрый, выходящий на старт-финишную прямую, все, вот мы начинаем входить в последний поворот, 6 секунд на табло, 5, 4, 3, и я успеваю пойти на последний круг за 2 секунды до конца сессии, ну и теперь самая главная задача была не зафакапать этот круг, проехать его очень качественно, хорошо, особенно в том самом третьем секторе, где я просрал 3 десяток секунды, первый сектор я прохожу более-менее, проиграв себе 4 десяток, но опять же это первый сектор, в нем важно лишь прохождение первого и второго поворота, и все, то есть времени тут ты много не отыграешь, где, ну начиная с второго сектора, можно отыграть очень много времени, я очень немного поздно торможу в этот самый поворот, более-менее даже отыгрываю, на выходе чуть проигрываю, но пока что все идет в принципе неплохо, я знаю то, что в этом повороте я проиграл кучу времени на той попытке, и да, я тут же отыгрываю 7 десяток, который я тогда проиграл, тут же еще и выход на обратную прямую, еще отыгрываю 5 десяток, 5 соток, и теперь уже везу полторы десяток, и теперь мне остается лишь прийти тот самый третий сектор, и теперь самое главное не зафакап, что у меня идет максимальное сцепление с трассы, которое либо возможно, поскольку я еду именно самым последним, ну что же, уже отыгрываю 2 десяток лишь с одного поворота, я знаю то, что я могу еще отыграть 2 десяток на выходе из этих медленных двух поворотов, и я это делаю, и уже отыгрую полсекунды со своего лучшего круга, и выход на старшую ничто прямую, и чуть ли не 6 десяток я отыгрываю, лучший третий сектор остается за мной, и по итогу второе место, но самое главное вопрос, какое же время я поставил, а поставил я для себя самое лучшее время, которое я даже не смогу поставить в тайм-атаке, минута 14 и 768 тысячных, моя лучшая пытка в тайм-атаке была, которая была еще не влогидированная, это минута 14 и 8, тут же мне удалось поставить, ну перебить свой лучший рекорд даже, так сказать, но теперь самое главное остается дело, это оставить за собой второе место на стартовой решетке, благо у меня стратегия все-таки софт-хард, и у меня есть преимущество на первых кругах, также мы еще помним такой момент, что у нас у всей первой десятки свежая абсолютно резина, то есть у меня свежая стоит софт, и это играет мне очень сильно на руку, я могу сделать лишний круг на этом софте, и попытаться переиграть своих оппонентах на медиумах, но самым главным углом для меня вопрос, насколько будет быстро цветков, и насколько будет быстро поляковничтожен старт, у нас происходит, я тут же атакую цветков, у меня лучше происходит старт за счет софта, я выхожу на первую позицию, подходим к первому повороту, я не могу занять гоношу траектору, поскольку цветков едет по ней, я не хочу прям перед ним начинать торможение, по итогу на выходе из второго поворота я ошибаюсь, цветков лучше проходит за счет более выгодной траектории, и возвращать себе обратно в первую позицию, но скажу сразу то, что это был бы лишь вопрос временем, когда он ее вернет, либо с дресс-клоном, либо до дресс-клона, позади меня теперь уже едет поляков, и я понимал то, что, да, это тоже тот же товарищ, что и цветков почти, он очень быстр, и вопрос, когда теперь он меня пройдет, поскольку, ну, он начинал сокращать, даже несмотря на то, что это лишь начало гонки, и у меня был свежий софт, то есть, ну, хоть у нас есть разница в резинах, но у нас еще есть разница, так сказать, в умениях водить, но и также, как я немного заметил по одному видео из дискорда, вот полякова, то, что товарищ едет с помощниками, поскольку у него стоит дифференциал сотня, а дифференциал сотни в этой игре, я не знаю, как можно едить в принципе, именно без тракшна, вот так, что предположу, что он еще едет из тракшна, так что это, эээ, такое себе, ну ладно, ограничений, помощников у нас нет в этой лиге, что же, продолжаю держаться за цветковым, там, в секунде и трех десятых, поляков потихоньку меня догоняет, в конце третьего круга у нас, точнее, в середине даже, в третьего круга у нас, вышла виртуально-мышной безопасности, которая лишь закончилась в конце круга, и из-за этого я потерял даже весь свой отрыв по отношению к полякову, у нас тут же был разрешен ДРС, и за счет этого поляков тут же меня проходит на старт с финишной прямой, и я откатываюсь уже на третью позицию, но, но, моя главная задумка была в том, то, что я пойду на пицоп на хард, и за счет свежего харда по отношению к их изношенному медиуму, я буду отыгрывать потихоньку и приближаться, и за счет этого, в конце концов, сократить дистанцию, и держать уже ее между нами, который будет после пицстопов. Поляков от меня ставит лучший круг, начинает потихоньку гнаться уже за своим напарником, благо, позади меня, то, принято было почти 2 секунды, то есть мне ничего не угрожало больше, ну и меня надо было просто ехать и пытаться удержаться за лидирующими эфедрари, да. Вот, в принципе у меня более-менее получалось, я держался в секунде от Полякова, но, к сожалению, не мог войти в ДРС крыло, чтобы попытаться как-то еще больше приблизиться, то есть я все время был близок к этому моменту, чтобы войти в ДРС, но чуть-чуть не хватало, и на шестом круге у нас выезжает машина безопасности, причем, почему она выезжает? потому что пилот на Рено вышел из лобби, но он сделал-то в пятах, и я не знаю, почему именно так машина решила выйти в безопасности из-за этого, то есть у нас нет никакой, прям, угрозы на трассе, но почему-то игра так решила сработать, что как бы не очень хорошо, но для меня это было очень хорошо, потому что это позволяло мне делать сразу же пит-стоп, да, на два круга раньше, но, блин, я иду по своей стратегии, так что все идет, так сказать, по плану. Цветков также заезжает в боксы за хардом, Поляков не стал заезжать, хотя, кстати, он мог попытаться меня оттормозить и также заехать на пит-стоп, но посмотрим, что он решит сделать по итогу, потому что в данный момент это будут выигрышные стратегии для меня и Цветкова, которые уже сделали как в пит-стоп и будут ехать теперь точно до конца. Стал, конечно, еще вопрос, кто еще делает такой же пит-стоп и сколько пилотов решат не делать. Как видно, по миникарте еще заехало три человека, два болида Редбула и болид Рейсинг Пойнт, ну и что же, получается, у нас половина пилотона перешла на свежую резину и будет ехать до конца гонки, половина еще не заехала и, соответственно, три из этих пилота едут перед нами с Цветковым и они будут нас какое-то время сдерживать, поскольку Мидиум, в принципе, восьмом кругу еще не так сильно ушел, за счет того, что у нас был еще ВСК, сейчас еще СК был, соответственно, ну, Мидиум там процентов, наверное, ну, 30, наверное, даже 20 с чем-то он имел. Вот, и старт у нас дается в конце восьмого круга, Цветков тут же начинает пытаться провести атаку на Бабнякова, но у него не получается это, я пытаюсь держаться рядом с ними, поскольку я понимаю, то, что мне в данный момент надо прорваться с такой скоростью, как это будет делать Цветков, чтобы удержаться за ним и в будущем не пустить, например, Полякова, но я ошибаюсь на прохождении третьего поворота, меня очень широко выносит из-за того, что резина была не прогрета до конца, у меня также еще эффект грязного воздуха был, то есть все это вкупе дает то, что у меня просто был дикий андерстир. Бабнякова, конечно, это проходит второй сектор, я пытаюсь этим воспользоваться, пытаюсь приблизиться к ним, но, к сожалению, у меня это не получается. Побойнику, конечно, проходит очень плохо данный поворот, но мне это не дает никакой возможности даже приблизиться к нему или пытаться атаковать. На обратной прямой я пытаюсь приблизиться, он лучше уходит на эту прямую, явно он использует еще и кнопку, для того, чтобы я его не мог так быстро нагнать, ну и потихоньку начинаю к нему я приближаться, потому что, ну, меня опять же нельзя терять времени по отношению к тому же Полякову, который когда-ли-поздно поедет на пистоп, просто только когда и самое главное, чтобы он, ну, не вышел, ну, точнее, успел оторваться до этого пистоп как можно далеко от меня, потому что чем ближе будут к нему, тем больше времени на пистопе я отыграю к нему выход на старше что прямой у меня есть те преимущества в виде слепстрима, потому что Цветков отъехал от Бабнякова уже почти на секунду и я уже начинаю к концу прямой все-таки догонять Бабнякова и бок о бок мы ходим в первый поворот. Возможно, стоило чуть позже оттормозиться, я решил все-таки раньше оттормозиться и ловлю тут же первое предупреждение, но, благо, это первое, то есть у меня еще есть одна попытка на ошибку, но самое главное, эту ошибку не совершить достаточно рано, чтобы не ехать почти половину гонки в смысле тем, что хотя бы один раз выйду очень широко, я получу тут же штраф в 3 секунды. из-за этого Бабняков начинает к меня тут же отъезжать, то что я начинаю чуть медленнее ехать, ну и по итогу уже отрывается он почти на восемь десятых, я тут же до конца кругу еще ловлю второе предупреждение и по итогу до конца гонки 20 плюс кругов, а у меня уже только предупреждение, то есть я могу получить штраф в 3 секунды в любой почти момент, если я еще раз выйду где-то очень-очень широко. Так что, да, с этого момента надо было держать это в голове, выезжать достаточно не широко пытаться, ну и при этом не пытаться ехать очень из-за этого медленно и саевого. Что же, весь круг проехал за Бабовником, он начинает потихоньку даже отрываться, но у нас благо разрешается ДРС и соответственно я начинаю потихоньку к нему приближаться, но самым главным для меня был вопрос, когда же у них начнется окно пидстопа, когда они уже начнут все-таки на него заезжать. Заканчивается уже у нас 13-й круг, к этому моменту Цветков прошел и Федотова, и Бабовникова и уже идет на второй позиции позади своего напарника, которому они борются в личном зачете, благо в кубке конструкторов у нас уже все давно известно, то, что Феррари победители. Ну и наконец-то 14-й круг и Бабовникова сворачивает в боксе. Все, минус одна проблема передо мной. Передо мной еще остался Федотов и Поляков, которые не заезжали в боксы, так что потенциально я еще должен был отыграть две позиции. Поляков отметил, наверное, был уже, да, он был в 6 секундах от меня, но с учетом пидстопа он потеряет где-то примерно секунд 25. То есть у меня будет 20 секунд еще 3-го от него. Федотов также заезжает в конце 15-го круга, переходит он на хард-резину, потому что у нас в те-то не доедешь, а на медиуме ты не можешь до конца ехать по правилам. Вот и следует остается Поляков, который также рано или по сейчас заедет в боксы и в конце 15-го круга он заезжает. Но! Но! Просто посмотрите, на что он переходит. Он переходит не на хард, как я думал изначально. Он переходит на софт. И это был конец 17-го круга. И софт не выдержит тут 16 кругов к ряду. Как бы ты ни старался, он будет под конец гонки уже 100%. Особенно левая сторона, она уже будет еще за сколько-то 4 гарантированно в 100%. То есть это 2 пидстопа стратегия уж точно. И моей второй позиции уже теперь точно никто не угрожает. Ближайший Red Bull почти в 9 секундах от меня. Все, что мне теперь нужно, даже если получу трехсекундный штраф, это просто ехать и ехать. Но на самом деле, я думал при моменте, что может быть у нас в конце гонки дождя, поэтому Поляков перешел на софт, ожидая то, что у нас будет все-таки дождь. Но благо, игровой инженер меня успокоил, сказал то, что дождя мы не ожидаем. И значит, то, что дождя у нас точно не будет. И теперь Поляков будет ехать, скорее всего, на 2 пидстопов. И все, что мне нужно, опять же, это просто ехать и надеяться, что просто ничего такого сверхъестественно не произойдет. Лизина уже 55% с левой стороны, но в принципе это терпимо, до 80% она почти дойдет к концу гонки. Уже полторы секунды между мной и Поляковым, но 25-й круг и темп Полякова начинает жестко падать. Но тут, черт подери, выходит сейфтикар. И для Полякова это просто идеальная возможность отыграть не просто до третьей позиции, а остаться на третьей позиции и еще побороться со мной и с Цветковым, поскольку мы все переходим теперь дружно на софт и до конца гонки. Да, это просто провал, потому что я надеялся, что ничего такого не произойдет, но, к сожалению, болит Рэдбулл у нас развернула во втором повороте и имеем, что имеем. Что же, передо мной также еще идет круговой, но при рестарте он у нас всех просто пропустит, я надеюсь. К сожалению, в нашей замечательной игре не работает по-нормальному функционал сейфтикаром, а именно пропуск таких круговых обратно в круг. То есть, банально в онлайне вы будете все время ехать с сейфтикаром, даже если вы находитесь там в одном круге от лидеров. Вот. Но тут у нас произойдет интересный момент, потому что у нас люди в лобби перезаходят по нескольку раз. Вот Федотов прямо присоединился и на самом деле из-за того, что вот такая хрень происходит, когда люди подключаются там и так далее, у нас происходят баги в лобби. Вот, к примеру, сейчас почему Хас опередил? Потому что ему и когда сказала ты можешь обойти его и вернуться в круг, но, но далеко он не уедет и сейчас вы увидите. Так что, ребята, если вы играете в онлайне, пожалуйста, не пытайтесь там перезаходить по миллиону раз, особенно если вы вылетели, все, вы вылетели, либо оставите, с лобби, либо выходите, вот, либо вообще не заходите в лобби, там, если, например, вы не участвуйте гонки, чтобы не быть там зрителем, потому что подобные перезаходы они ломают кардинально просто игру. Поляков в то же время получит еще 5 секунд за то, чтобы в него въехал болид Рэдбулом, вот, и, соответственно, соответственно, теперь мне самое главное было держаться за Поляковым, которым я тут же атакую-то старт финишный прямой. У меня еще резина была не прогрета, я немного еще сметил в свою сторону, благо без повреждений, то есть я это не специально сделал, вот, что же, окей, 5 секунд, меня лишь надо удержаться и оторваться от позади идущих, плюс там позади идущего рейсинг-поинта, проезд, вроде, спит-лейн, если я не ошибаюсь, но его вроде там вынесло, и по итогу все, позади меня Килдышев едет, который едет там почти в секунде от меня, плюс, по темпу чистому, я явно буду быстрее, чем он, и оторвусь спокойно, и плюс ДРС у нас будет на последних, ну, двух кругах уж, ну, то есть, мало времени даст, то есть, Испания, ну, крайне необгонная трасса, для меня все, что надо было сделать, это, опять же, удержаться за Поляковым, конечно, да, я первое, что о чем подумал, что эти 5 секунд потом будут сняты с него, и, в принципе, то, что я буду пытаться удержаться с него, это будет бесполезно, но, но, немного забегая вперед, ребята в этой лиге не снимают никакие штрафы игровые, соответственно, это реальные 5 секунд, и, соответственно, я в данный момент еду, ну, виртуально на второй позиции, плюс, тут еще Поляков ошибается, и он срезает намеренно, и ловит еще 3 секундный штраф, и все, как 8 секунд, от меня теперь он никуда не уедет, за эти 80 секунд, даже если Цветков пытается его там, с Липстримом и ДРСом вывести, хотя, конечно, да, у них это может быть не сработает так идеально, поскольку, все-таки, они еще двоем борются за чемпионский титул, Цветкова уже ничего не угрожает, вот эти 80 секунд, Поляков никак не отъедет, вот, Цветкова, а в КК, как я и говорил ранее, у них уже все закончено, там, грубо говоря, уже можно сразу им давать кубок конструктора, потому что у них там 250 очков, а ближайшая команда Макларен имеет там 70 очков, если я не ошибаюсь, как бы, разница 180 очков, вот, как бы, да, ну, и по итогу, да, Цветков также еще получил 3 секунды штрафа, я пытался удержаться за ним, но у меня это не получилось, и, кстати, да, можно под конец посмотреть, если бы Поляков не получил эти 3 секунды штрафа, еще, я бы не получил бы третью, вторую позицию себе обратно, вот, так что, повезло, что он еще дополнительно 3 секунды хлопотал, я же, по итогу этого этапа, единственный, кто не получил 3 секунды штраф, хотя, помним то, что с 12 круга я имел 2 предупреждения, соответственно, 20, половина кругов, мне надо было проехать без единого, такого фейла, но, итогово, вторая позиция, в принципе, я доволен, мне удалось ее удержать, так скажем, если бы, конечно, не сейфтикар, я бы гарантированно ее удержал, потому что Поляков не доехал бы, опять же, до конца на софте, потому что, ну, даже там проверять не надо, полудистанции на софте, Испанию, ну, по моему мнению, невозможно проехать, у тебя резина просто лопнет за 4 круга дней до финиша, и все. Как так, ну, ребят, получилось, спасибо, что смотрели данное видео, да, данное видео, наверное, все-таки раньше, чем Лига ПКТ, там есть некоторые нюансы, почему, вот, так что, как-то так, ждите, ребят, Лига ПКТ, особенно дивизион Б, там будет, сошли, интересная гонка, вот, вы ее увидите, а на это все, с вами была Камер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорости, все, пока-пока.